Противопожарный режим Смоленской области, введенный губернатором Алексеем Островским, пока не смог изменить ситуацию. Регион в этом году попал в шестерку лидеров страны по площади земли, выжженной из опалов травы. По всей области зафиксировано более тысячи случаев возгорания сухой травы общей площадью 3800 гектаров. В осаде находится и город атомщиков. Новый пример преступного пренебрежения элементарными правилами безопасности. Борьба с огнем ведется на окраине Десногорска. 23 апреля на пульс спасательной службы поступил вызов о возгорании сухой травы. Результатом случайности или злого умысла в этот раз могла стать настоящая катастрофа. Есть угроза автозаправки. Подали ствол от машины на защиту. Также огонь близко подошел к частным домам 5-го микрорайона. Но благодаря усилиям 15-й пожарно-спасательной части более серьезных происшествий удалось избежать. Пламя было потушено в кратчайшие сроки. Результатом происшествия стала выжженная земля площадью в 2 гектара. Попрошу людей города Десногорска, чтобы не поджигали сухую траву. Потому что где-то сухая трава, где-то может быть несчастный случай, дом или квартира, а там может быть люди. Несмотря на разъяснительную работу, некоторые смоляне уверены, что пал позволяет повысить плодородие почвы. Но специалисты объясняют, что это не соответствует действительности. Пощью во время палов наносится большой урон. Кроме этого, в огне гибнут мелкие животные и насекомые. Виновные в поджоге сухой травы несут административную ответственность. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ.